Новая область с административным центром в Туркестане появилась 6 лет назад. За эти годы город стал привлекательным не только для иностранных туристов, но и для казахстанцев из разных регионов. Совсем скоро ему присвоят особый статус. Как это повлияет на благополучие его жителей? Давайте посмотрим. Всё начинается с куска глины. Спустя несколько минут видны первые очертания будущей вазы. Волшебные руки Аблайхана Рызбаева лепят уже 45 лет. Всё не рад. Развитие керамического искусства приостановилось в 12 веке. Конечно, позже мастера были, но уровень более древних мастеров выше. Их изделия археологи находят по маршруту Великого Шёлкового пути. На раскопках Отрара, Саурана, Тараза. Туристы, приезжая в Туркестан, конечно, хотят увезти с собой памятную вещь. Популярностью пользуются фигуры верблюда, духовой инструмент Сассарнай. Мастер всю жизнь работает в Туркестане. Колдует не только над глиной. Аблайхан Рызбаев участвовал в реставрации мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи. Создавал детали для мавзолея Айшабиби. Новость о том, что ремесленников будут поддерживать, возмещать их расходы до 25%, порадовала. Для этого в бюджете предусматривают 88 миллионов тенге. Проблема найти краски, установить печь. Интересно, что в древние времена находили возможности. В Кентау есть свинец, где-то кварц. Их смешивали и получали глазурь. Между Отраром и Туркестаном есть трава-солянка. Из нее делали бесцветную глазурь. Все сырье здесь в радиусе 60 километров. У меня тоже есть свои секретные составы. Для ремесленников в Туркестане отстраивают целый городок. Здесь будут стройные ряды лавок со всевозможными изделиями. Этакий восточный базар. Более двух гектаров отдано под городок ремесленников. Сейчас строятся рестораны-гостиницы. По словам инвестора, оно закончится в следующем году. В Туркестан едут туристы, которые не ищут систему all-inclusive. К святым местам тянутся паломники. В правительстве признают, надо развивать инфраструктуру. В поддержку местному бюджету из республиканского выделяют трансферты. В прошлом году это почти 65 миллиардов тенге. Стал ли город после этого комфортным? Мне очень нравится Казахстан. Я уже побывал в Алматы. Скоро поедем в Шимкент. Я купил тур. Маршрут долгий, поэтому заранее изучил его. Это стоит того. Здесь очень красивые закаты. Я блогер и путешествую одна. Хочу посмотреть древний мавзолей. Здорово, что здесь все интересные места находятся в одном месте. Нравится дружелюбное отношение местных. Я даже здесь языкового барьера не чувствую. Помогает гугл-переводчик. Самир приехал в Туркестан с супругой из Нью-Дели. Иностранцы чувствуют себя комфортно. Уже второй раз за год здесь Игорь Гуменный. Он из Украины. Меня сильно впечатляет Туркестан. Чем это отличается, к примеру, от Флоренции или Венеции, нужно еще прийти к вот этой сервисности. Аникас из Греции уже бывал в древних городах и считает, что Туркестану удается держать баланс между старым и новым. Ведь музейный комплекс находится внутри динамично растущего города, который шесть лет назад стал областным центром. Но вот беда. Не хватает общественных туалетов. В Туркестане есть 61 гостиница. Это около 3000 номеров. Этого пока достаточно. Но все равно нужно расширяться. Общественные туалеты только при культурно-духовных центрах. Пунктов питания достаточно. Средний чек на человека примерно 3-4 тысячи тенге. Как сделать город образцово-показательным? Три года назад на 8-м неформальном саммите Организации тюркоязычных государств участники приняли декларацию о предании Туркестану статуса духовной столицы тюркского мира. В правительстве Казахстана подготовили законопроект и на днях его презентовали мажористменам. В нем норма по сохранению историко-культурных памятников, ограничению строительства вблизи святых мест. На уровне закона мы теперь хотим прям окончательно это установить, чтобы радиусе 100 метров, чтобы строительство не велось. И даже если в этом радиусе, если будут строительства не вестись, то оно не превышало 7 метров. Это по высоте. Да, 7 метров по высоте. Кроме того, здесь мы будем ограничения ставить и по цвету материалов, и по качеству строительных материалов, чтобы оно полностью соответствовало. Надо соответствовать культурному облику города. На плечи местного маслехата ляжет ответственность по разработке дизайн-кода. Разработчики законопроекта считают, что отталкиваться надо от мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи. Все-таки это главная достопримечательность. Законопроект обяжет чиновников разработать правила устройства нестационарных объектов общественного питания и торговли. Депутаты считают, что раз Туркестан – это перспективное туристическое направление, то надо сделать все, чтобы турист задержался хотя бы на пару дней. Делать один туристический маршрут достаточно длительный, с тем, чтобы в этом городе турист мог находиться хотя бы 2-3 дня. Тогда это будет интересно и полезно для туризма. С преданием Туркестану особого статуса местным жителям дается шанс заработать на туризме. В прошлом году город посетили миллион сто тысяч иностранцев, а за полгода – 756 тысяч. За их и общественной безопасностью следят по камерам видеонаблюдения в местном департаменте полиции. От них тоже зависит, насколько комфортно будет находиться в Туркестане. Сам город не узнать. Повсюду краны, стройка. Население за небольшое время выросло сразу на 70 тысяч и достигло 232 тысяч человек. Для многих Туркестан – это как вторая Мекка, поэтому люди будут приезжать сюда постоянно. А захотят ли вернуться – зависит от нас.